Игры на вынос Если меня спросят, какой жанр самый редкий на персональном компьютере, то я сразу отвечу файтинги, или как их называют в народе драчки. Причем приставки буквально забиты различными драками. Почему на компе их так мало? Ну прежде всего, потому что клавиатура плохо подходит для этого жанра. Тем не менее, сейчас практически у всех обладателей компов есть геймпад. Может поэтому компания Capcom решила выпустить свой главный хит Street Fighter 4 на персоналке. Это будет вторая игра нашей сегодняшней передачи, а первой станет Великая и Ужасная Месть Боксера. Игра, которая определила жизнь целого поколения, величайшая драка всех времен и народов, главный хит российского игростроя. Желаю удачного просмотра. Но перед тем, как начать передачу, хочу сообщить великолепную новость для всех поклонников онлайн-игр. Из достоверных источников стало известно, что готовится к выходу новое онлайновое РПГ Петросян Онлайн. Всего за 15 баксов в месяц вы можете почувствовать себя великим юмористом и сатириком. Все, что вам надо сделать, это скачать 10-гигабайтовый клиент с официального сайта игры, после чего приступать к прокачке персонажа. Чем больше глупых и несмешных анекдотов расскажет ваш чар, тем выше будет его уровень. Присутствует возможность убийства других игроков плохими шутками. Обязательно качайте, регистрируйтесь, ну а мы начинаем. Сделали эту игру Alligator Friends, друзья Alligator, что в принципе и заметно. Итак, загрузочка пошла, сейчас попадем в менюшко, наверное. Что в этой игре грузится? Меню, блин, я не знаю, столько времени еще. Итак, что у нас тут есть? Графика почему-то по умолчанию 640 на 480. Я меняю на нормальное разрешение, но поверьте мне, оно не изменится. Так и останется 640 на 480. То есть это максимум в этой игре. Есть удар ногой в голову, удар рукой в голову. Еще удар в корпус. Ну, в общем, примените назад. Всего 4 вида удара и блок маловато, в принципе, да? Что еще тут есть? Инфо. Я был, так, боксер профессиональный. Блин, это какая-то история в буквах. Только непонятно, зачем все это читать. Тем более, что тут есть совершенно крышесносящие заставочки. Выбираем легкие уровни сложности, чтобы не париться. И жмем далее. Я был боксером. Дела у меня шли неплохо. Поздравляю, чувак. Так продолжалось до тех пор, пока со мной не произошла неприятная история. Сделали игру вот эту про тебя. Милиция обнаружила в кармане моей одежды пистолет. Из которого 2 часа назад был убит мой лучший друг. Так, в общем, ладно, когда подбрасывают пистолет в квартиру, я еще могу поверить, что кто-то подставил, но в карман. Он что, был бухой в дерьмо? Как ему подсунули этот пистолет? Так я попал в тюрьму. Бедняжка. В тюрьме жизнь оказалась нелегкой. Ну, это видно по твоему выражению лица. Отстаивать свою честь. Кстати, видно, что он не смог отстоять свою честь, судя по тому, как он грустнял и стоял, отвернувшись попкой к авторитету. Ну что ж, походу первый бой сейчас начнется. И что мы видим? Потрясающая графика. Настоящий Next Gen. Такого даже на супер приставках современных не увидишь. Ну что ж, приступим, помоляясь, к отстаиванию чести нашего супер боксерчика против авторитета. Всего 3 вида удара. Можно еще блок поставить. И видите, внизу полоска усталости. Когда она заполняется, то ваш боксер совершенно не может ни двигаться, ничего делать. Вот сейчас, например, я жму на все кнопки, но приходится просто отойти назад. И обратите внимание на убранство этой зоны параша, которая буквой Г перевернутой, напоминает мне фигурку из Тетриса, помните, да, которая всегда не той стороной падает. Засранный матрас чуть левее, полная темнота, кромешная. Единственный источник освещения – это вот тот фонарь. Вот видите, который сейчас над головой был. При этом он не переставая качается из стороны в сторону. Так что делаем вывод, что на втором этаже тоже кто-то отставил свою честь. Но, к сожалению, неудачно. И теперь в той камере вместо ужасной нелепой драки творится любовь. Самое смешное, что после того, как вы избили этого авторитета Лысого, все равно он встает и начинается второй раунд. То есть я, конечно, понимаю, что игра называется «Месть боксера», а в боксе, как все мы знаем, есть раунды и все такое. Но, тем не менее, это как бы немного странно, не правда ли? То есть вы уже избили человека, и тут он находит в себе силы встать еще раз и ответить. Блин, опять эта усталость накапливается. А когда вы наносите несколько ударов сразу, а это будет происходить без конца, потому что игра легкая, не знаю, как тушка младенца, появляется надпись «Комбо», «Суперкомбо» или «Ультракомбо», «Плюс 20 очков», «Плюс 40 очков». О чем это, я, честно говоря, не могу понять. Потому что никаких очков я вообще на экране, никакого подсчета не вижу. Ну ладно, может имелось в виду очко на зоне или что-то типа того? Я выиграл. Молодец. Но неизвестно, что еще ждет меня впереди. Да ничего хорошего, судя по твоему поведению. Я хочу как можно быстрее выбраться из этого места. Я хочу как можно быстрее научиться играть своим голосом. В одном из производственных помещений оконный проем некоторое время оставался без решений. Ну прям побег из Шеушенко, только русская версия. И у меня решил этим воспользоваться. Господи, это что, чувак из фильма «Киндзадза» стоит? И почему у этого чухана руки короче, чем волосы у Гоши Гуценко? Градил сотрудник милиции. А, это сотрудник милиции. Но, видимо, ему немного укоротили, чтобы он взяточки не брал. И так намечается драчка. Стоп. Не выйдет. Нейтрализовать. Я думал, тараканов нейтрализуют. Но ладно, это не важно. Так вот, простите мне эту скабрезную шуточку, но действительно, эта игра, она как бы не терпит компромиссов. Тут даже написано не милиционера под количеством жизней этого братюня, а мент. Вот так вот. Все серьезно, то есть. И при этом этот милиционер, он как бы не хочет доставать табельное оружие, чтобы застрелить нашего боксера или еще что-то, или позвать на подмогу. Он видит убегающего заключенного и при этом вообще ничего не делает. То есть, такой серьезный типан. И обратите внимание, несмотря на то, что драка продолжается на улице, вот этот знаменитый фонарь продолжает раскачиваться наверху. То есть, видимо, он висит на каждом уровне с самого неба и наблюдает за великими битвами нашего супербоксера. Вы, наверное, могли заметить, что в какой-то момент картинка прыгнула и стала немного лучше. Все дело в том, что эта жопа гориллы взяла и вылетела в Windows. Не знаю, почему мне пришлось опять заново бить этого авторитета и смотреть эти ужасные заставки по 10 раз. Честно говоря, у меня чуть крыша не съехала, но ради вас я готов на все, ради своих зрителей. Поэтому продолжаю избивать этого майора милиции. Вот. А то, что графика стала немного лучше, это потому, что оказалось, что разрешение с 640 на 480 меняется на то, которое вы поставили, только когда вы перезапускаете игру. Но сказать, что оно стало хорошей, я не могу. Это все равно, что сравнивать засухшую блевотину со свежей. Итак, очередное суперкомбо на 60 очков. И мы уже приблизились к мигу победы, величайшей в истории всего бокса. Осталось чуть-чуть, всего лишь парочка ударов, и майор будет нейтрализован. Да, слава богу, победа. И боксер показывает нам руку, которую он лысого гоняет. Замечательно. Вокруг никаких зрителей, а он чему-то радуется. Но не важно, очередной ролик. Самое интересное, что есть в этой игре. И я выясняю, что есть в этой игре.